Мозг выключается, громкость добавляется. Эту фразу на прошлой неделе написал один из моих подписчиков под последним выпуском новостей. А я прочла и задумалась. А ведь и правда, когда хаотичность мира настолько зашкаливает, что перекрывает разум, просыпается голос. И эта неделя тому подтверждение. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фирмак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. У каждого из нас есть свое мнение, и оно не всегда нравится окружающим. Но на то мы и разные, потому что видим каждый по-своему. Итак, на этой неделе массовая эмиграция россиян из России продолжилась, и к звездам добавились бизнесмены. Хотя, почему добавились, если богатые они в России, а проживают и так далеко за ее пределами. Фридман, например, живет в Лондоне, но под санкции попал как россиянин. Замген Дира Аэрофлота Андрей Панов оставил свои самолетики в России и в скором порядке катапультировался, по мнениям СМИ, то ли на Кипр, то ли на Мальту. Товарищ Прохоров тоже вылетел из России, говорят, в Израиль и вроде как на лечение. И именно сейчас совпадение? Не думаю, как и не совпадение внезапный отъезд Чубайса. Но к чему я это все? Да к тому, что пропагандисты явно занервничали, потому как они и сами с удовольствием бы поменяли флаг, но они под санкциями. Под теми самыми, под которыми им придется жить вместе с нами, с рядовым средним классом. И вы не можете не понимать, что оказаться с нами рядом они уж очень как не хотят. Иначе бы не закупались массово европейской недвижимостью. Которые, кстати, благодаря санкциям тоже лишились. Вот тут-то все дерьмо и поперло. Сначала в Госдуме предложили признать удалившихся нежелательными персонами. Затем депутат Хамзаев выступил за запрет возврата в Россию граждан, уехавших именно во время событий на территорию Украины. Своим же коллегам-госслужащим это лицо порекомендовало не ездить за рубеж в нынешних условиях. То ли опасается, что там с них спросят за Украину, то ли боится, что обратно уже не вернутся. А вот последней его инициативой стал арест имущества лиц, плохо отзывающихся о вооруженных силах России из-за рубежа. Короче говоря, речь опять о тех же покинувших страну. Ну не дают они ему спать спокойно. А я скажу, что не только ему одному. Госпожа Симонян тоже уже какую неделю подбирает слова. И когда в тяжелый для страны момент ты уезжаешь, вдруг получаешь чужое гражданство. Потому что, ну вдруг тебе этого захотелось. Потому что ты испугался? Может быть ты не враг, ты дезертир. Вот и все. Мы не испугались. Мы же такие, понимаешь, Рэмбо, я не знаю, терминаторы. А всем остальным позволительно испугаться. Испугаться, все бросить, облить, по-моему, напоследок свою страну. Маргарита, по-моему, вы тут что-то перепутали. Это же вы формировали российскую идеологию. Это же вы рассказывали нам про превосходство России над всеми остальными странами, которые нам завидуют. Так к чему тогда это судорогословесного сарказма? Я, конечно, тоже была немного обескуражена словами Макаревича относительно его высказывания о россиянах. Но сейчас я понимаю, что спич его, скорее всего, был направлен не на меня, а на вас, Маргарита. Потому как певцы и актеры хоть и свалили, но свалили на свои честно заработанные. И перед россиянами они ни в чем не виноваты. Да я вам больше скажу, если бы у большинства была бы такая же возможность, они бы с удовольствием оставили бы вас один на один с вашей правдой. С той, которую описывает ваше покорнейшее издание РИА Новости. Эта заметка была опубликована еще 6 апреля, а вот мне на глаза она попалась только на этой неделе. Я читала и не верила буквам. Там некая Фиктория Никифорова взялась рассуждать о том, цитата, за что Россия борется на Украине. Конец цитаты. Вы должны прочесть это обязательно, иначе вы просто не поймете, насколько тетя Вика далека от реальности. Мне вот вообще показалось, что россияне наконец-то начали разглядывать суд спецоперации. Именно поэтому гражданка Никифорова и получила заказ на этот материал. Итак, коротко о главном. Русские, по словам Никифоровой, пришли освобождать свою землю от нацистов. Свою, Виктория? Может, я что-то пропустила, но когда президент анонсировал спецоперацию, он говорил о вводе войск на территорию именно Украины, то есть другого государства. Или госпожа Никифорова знает что-то, что скрыто от любых других глаз? Но читаем далее. У нас в России не пытают пленных. Зато Виктория издевается над отбывающими наказания заключенными. Они и так наказаны, они и так отбывают свое. Но находятся люди, издевающиеся над ними с особой жестокостью. Следующая цитата. Виктория, у нас не суют взятки налево-направо гаишникам, врачам, учителям, медсестрам, как это принято на Украине. Да-да-да-да, Виктория, у нас не суют, у нас их вымогают. Возможно, даже не прямо, но своим бездействием точно. Вы, видимо, просто не пробовали попасть на срочную плановую операцию. Внимание! Плановую и срочную. Очередь на которую расписана на несколько лет. А еще у вас, наверное, никогда не угоняли автомобиль, не вскрывали квартиру. Вы не пытались записать ребенка в первый класс, когда все школы вокруг оказались переполненными. И по прописке ты не можешь попасть в школу рядом с домом. Я могу продолжать до бесконечности, но, думаю, смысл и так понятен. Поехали дальше. У нас есть свобода мысли и свобода слова. В России не сажают в тюрьмы, не пытают и не убивают людей, которые думают иначе. Ну да, ну да, Виктория, скажи, это Валерий Новодворской или Борису Немцову? Да хотя бы Владимиру Карамурзе, которого на этой неделе арестовали за изменение траектории движения во дворе собственного дома. Заметьте, не за его оппозиционную деятельность, а за то, что ускорил шаг там, где обычно принято стоять. Но вернемся к свободе слова. Кстати, Новодворская была ярым противником событий, происходящих на территории Украины в 2014-м. И по стечению обстоятельств ее прошлый спич как никогда оказался актуален и в сегодняшней ситуации. Весь монолог показать не могу, но эту часть вы наверняка помните. Путину не нужен Донбасс. Вы нужны были как приложение к Николаеву, к Херсону, к южной части, к Одессе. А сами по себе вы не нужны. Нужны не вы, нужна черная дыра, через которую для разжигания междоусобной войны будет поступать оружие. Вы можете по-разному относиться к этому человеку, но то, что смелости в ней было предостаточно, это совершенно точно. Но, знаете, одно дело придерживаться резко оппозиционных взглядов и совсем другое высказывать личное мнение, которое с недавних пор находится под запретом. Иначе штраф, а то и тюрьма. Он создал вокруг себя мафиозных, таких вот дружков. Он уничтожил в стране правосудие. Он посадил в тюрьму огромное количество наших товарищей. Он хочет цепляться за власть вечно, не хочет, чтобы власть менялась. В стране цирепствует цензура, в стране в почете садисты, жестокость, цинизм, подлость, ложь. Вот на всей этой гнилии Россия не может подняться, это очевидно. Поэтому оценка моя крайне негативная. Я считаю, что он наносит моей стране огромный вред. Так что о какой свободе слова, говорит автор ранее обозначенного материала, мне непонятно. Зато, понятно, другое. Читать дальше статью просто не имело смысла. Потому как дальше про 30-летнее развитие зашкаливающими темпами, про деградацию Украины, про ограбление россиян западом. Западом, друзья. Не нашими олигархами, не разбазариванием нацдостояния, а западом. И изюминка на торте – это предложение Украине накидать для них идеологию. Если уж жить без указки, эта страна типа не может. Да-да-да-да, друзья. Наши Соловьевы-Киселевы в этом собаку съели. Потому как, ну верит же кто-то этой статье. Почитаешь комментарии, хочется чесаться от количества пропитанных пропагандой. Аллергия не иначе. А между тем, господин Лавров в понедельник ясно дал понять. Завершение спецоперации покончит и с безусловным доминированием Америки и западных стран на международной арене. Россия, по его мнению, никогда не принимала подчиненное положение, не приняты сейчас либо партнерство, либо продолжение спецоперации. Да? А нам вроде говорили, что мы русских на Донбассе защищаем. И вроде как даже от нацистов. Или это уже устаревшая версия происходящего. А? Сергей Викторович? Все-таки верите в то, что Индия и Россия станут новыми центрами силы, а БРИКС смогут воссоздать качественно новый мир? Ну окей, мы посмотрим, как вы это сделаете, если вы даже договориться с Киевом не можете. А между тем, свои неудачи в переговорах Лавров объясняет изворотливость украинских переговорщиков. И открыто заявляет, что скоро все выяснится. Потому как России и Германии предоставлены убийственные факты о том, что же все-таки произошло в Буче и Краматорске. И кто за этим стоит. Сергей Викторович, подробности в студию. Нам бы тоже хотелось знать, кто виноват и что делать. И желательно поадекватней и поубедительней, чем это делают ваши пропагандисты. Предаю тебе, Вовка Еленский, Анафеми. Никакой ты не еврей. И никакой ты не верующий человек. Ты чистый, дешевый бес. Бес ты. И слуги твои. Мелкие бесы. Поэтому гнать тебя надо, а не переговариваться с тобой. При этом на этой неделе стало известно, что Россия начала опасаться за свои территории. Но не за те, что границы, а за те, что населены людьми. Сразу пять российских регионов, граничащих с Украиной, ввели желтый уровень террористической опасности. Это Краснодарский край, а также Воронежская, Курская, Белгородская и Брянская области. Губернатор Белгорода даже запретил использование любых взрывчатых развлечений, будь то фейерверки или даже хлопушки. А чего ждем? Так любые провокации заявил курский губер Роман Старовойт. Теперь до 25 апреля жителям не рекомендуется посещать места массового скопления людей, носить с собой документы, а также быть в курсе, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Вот только поможет ли это, особенно когда перед глазами события осени 1999-го? Выводы делать вам. Ну а у меня на этом все. Если не успели посмотреть второй выпуск новостей, переходите по ссылке в описании и расскажу, почему новая майская вспышка коронавируса может оказаться самой страшной, разрешат ли страховщикам устанавливать бэушные запчасти и кто заменит нам ушедшие из России бренды. Ну а мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.